8 апреля в СЦКИ состоялся съезд общественно-экспертного совета при губернаторе города. О его итогах говорим в программе «В контексте». У нас в гостях председатель ОС Олеся Романова. Здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, прежде всего я предлагаю вам посмотреть тот сюжет, который сняли коллеги на съезде. Спасибо. В Севастополе реализуется новый социальный проект «Народная стратегия». Его инициатор – общественно-экспертный совет при губернаторе. Задача – за четыре месяца разработать программу территориального развития города. Первая встреча – 8 апреля. Представители 23 профильных комиссий выступили со своими планами и предложениями. Обсудили вопросы образования, благоустройства городских улиц и скверов, медицинского и транспортного обслуживания, оказания услуг гражданам с ограниченными возможностями. Участники проекта разделились на пять групп по направлениям деятельности. До конца лета проведут порядка сотни заседаний и выездных сессий в каждом муниципальном образовании, а также в поселках Севастопольского района. На собрании отметили – такая работа позволит ускорить разрешение проблем в регионе. Кроме того, на базе Севастопольского государственного университета через неделю откроют школу подготовки координаторов и руководителей групп. Планируются рабочие выезды в Байдарскую долину, село Верхнесадовое и поселок Кача. И правительство, и Сергей Иванович Миняйло сначала работы в тяжелых условиях всегда опирался на общественное мнение. И в принципе, весь этот общественно-экспертный совет, он давал хороший коэффициент полезного действия на благо города Героя Севастополя. Я считаю, что это только будет активизация работы этого общественно-экспертного совета. Олеся, что же стало предпосылкой проведения такого съезда? Спасибо большое, что пригласили. На самом деле, общественно-экспертный совет мы провели уже очень много. Комиссии, заседания, выездных сессий, форумов. И это был первый съезд, на котором каждая комиссия, а их 23, и членов общественно-экспертного совета более 3000 человек. И поэтому это был съезд, такое общее собрание, потому что нам задавали вопросы, как совет может проводить съезд. Поэтому, поскольку нас много, каждая комиссия готовила делегатов на съезд. Потому что, допустим, комиссия посадоводства, она включает в себя более 400 человек, и она достаточно большая. И на съезде мы обозначили ключевые проблемы и решения по блокам, по направлениям. Поскольку для того, чтобы наш съезд не затянулся на несколько дней, мы решили разделить на платформы. То есть мы выделили социальную платформу, которая объединила проблемы и решения по направлению помощи людям с ограниченными возможностями. По ветеранам, по делам семьи. Также выделили предпринимательскую платформу, где поднимались вопросы малого и среднего бизнеса. Инфраструктурную платформу, где поднимали вопросы по строительству, архитектуре, ЖКХ. Вопросы также выделили экологическую платформу, где поднимали вопросы экологии и туризма. И платформу местного и территориального самоуправления, где поднимали вопросы уже развития территорий. Поэтому первой частью съезда было выступление комиссий по платформам, по направлениям. И это заняло достаточно много времени. У нас есть такой проект решений, где мы выбрали... Тут целых 16 листов и достаточно много таких острых... Если тезисно говорить, какие решения главные? Ну, каждое решение на этих 16 листах считается главным. Потому что это выбор, это системный анализ того, что обозначают наши севастопольцев. Ну, например, разработать систему жесткого контроля за несанкционированными свалками. Это экологическая платформа. Принять региональный закон города Севастополя по обращению с отходами. Проект закона и комплекса мероприятий в сфере обращения с животными, в том числе бездомными. Закрыть полигон для мусорных отходов Первомайской балки. Ветераны. Построить мемориальный комплекс на мысе Хрустальном. Наладить постоянно действующую информационную систему по вопросам патриотического воспитания. Обеспечить выполнение законов, касающихся вопросов социального обеспечения ветеранов. Образование. Определить статус поста номер один. Обеспечить общественные контроли за исполнением федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в части, касающейся образовательной отрасли. И каждый вопрос, о котором идет речь, он у нас уже подготовлен, проработан. И мы понимаем, как это сделать. В том числе открытый бюджет. Обратить внимание правительства о необходимости принятия закона города Севастополя о регулировании градостроительной деятельности в городе Севастополе. Также здесь вопрос касательно и матерей, и ЖКХ. То есть, ну тут... Ну все эти решения, они носят какой характер? Ну, поскольку мы общественный экспертный совет, при губернаторе мы орган общественный, они носят рекомендательный характер. Но, тем не менее, у нас достаточно много острых вопросов, которые требуют такого незамедлительного внимания и исполнения. Как было сказано в нашем материале, до конца лета общественный экспертный совет планирует провести целый ряд мероприятий в каждом муниципальном образовании. Кто будет принимать участие в этих заседаниях, что будет обсуждаться? Да, ну вот как раз по структуре, по повестке нашего съезда, первое, и по нашей деятельности, первое, мы определили проблемы и решения, и мы начали с ними работать. То есть, мы начали их вместе решать. Второй этап нашей деятельности, и на съезде мы объявили о следующем этапе, это разработки народной стратегии развития Севастополя. И, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, что Севастополь, севастопольцы должны сами определять судьбу своего города, как ему развиваться и каким быть. И поэтому народная стратегия является именно тем инструментом включения каждого севастопольца в понимание и внесение такого личного вклада, участия, как каким быть Верхнесадовым, каким быть Орлиному, Кизиловому и так далее. Каким образом это будет проходить? Вот вы уже в сюжете мы видели, что мы запускаем вместе с СевГУ школу подготовки координаторов развития территорий. И наши члены общественного экспертного совета, желающие депутаты муниципальные, молодежь пройдут обучение. И будет уже готовиться план-график проведения сессий, где люди совместно смогут обозначить, каким они хотят видеть через 5, 10, 20 лет то место, в котором они живут, или ту отрасль, потому что у нас будут и территориальные, и отраслевые сессии, в которые они работают. То есть план развития, видение и план достижения пошаговый, четкий. И народная стратегия, она не отменяет ни в коем случае, потому что задают вопросы федеральные и региональные программы. Она включает в себя и наполняет еще видением тех людей, на которых эти программы рассчитаны. Я знаю, что на съезде также шла речь о рейтинге эффективности чиновников. Подробнее об этом. Да, также мы обозначили одним из вопросов съезда был вопрос организационный. Почему у нас, поскольку мы достаточно долго работаем, вопросов много, почему не все решено и почему решается не так быстро? Что-то решается через год, что-то через несколько месяцев, что-то до сих пор остается открытым. И мы разработали несколько дополнительных инструментов для того, чтобы наладить еще более конструктивный диалог с властью. Один из инструментов, который мы представили, это рейтинг эффективности работы чиновников. Он будет делиться на критерии, то есть на количество обращений, которые получены, которые отвечены, которые выполнены и которые находятся в процессе выполнения. Также у нас есть по каждой практически, поскольку комиссия работает с системными, с теми проблемами, которые касаются сразу многих людей. И у нас есть, например, дорожная карта по ветеранам, по садоводству. Она более 50 листов включает в себя. И рейтинг эффективности будет зависеть в том числе и от исполнения и взаимодействия по этим вопросам, которые являются самыми наболевшими и ключевыми для каждой социальной группы и сообщества. Второй инструмент, который мы предложили и который был единогласно поддержан, это ежеквартальный отчет правительства и законодательного собрания перед общественностью города, перед общественно-экспертным советом и общественной палатой. И правительство участвовало в съезде Евгения Георгиевича Дубовик. Предложили делать раз в полгода такой отчет. И в полгода тоже хорошо. И это решение было единогласно поддержано. И также принятие регламента взаимодействия. То есть мы в процессе двух лет, практически двух лет взаимодействия, мы уже понимаем, где точки такие трудности. И поэтому регламент у нас доработан для того, чтобы процесс взаимодействия был более эффективным. И мы надеемся на скорейшее его принятие. Каждый также участник съезда заполнял такую декларацию участника. И звучала она как «внеси свой вклад в народную стратегию развития Севастополя». И здесь люди, участники, помимо всего прочего, обозначали проблемы, требующие коллективного решения, инициатива, что я хочу, и личный вклад, что я могу. И народная стратегия, то есть вот эти 100 сессий, о которых мы говорим, которые пройдут по территориям Севастополя, поможет жителей самих включить в те проблемы, потому что часто 50%, и тоже мы обозначили на съезде, 50% вопросов мы можем решить сами, скопирировавшись и начать меняться ресурсами. У кого это есть транспорт, у кого-то есть время, у кого-то и так далее. — Возвращаясь к теме рейтинга, на практике как он будет составляться? То есть кто выступит в роли экспертов, или это будет именно с привлечением только общественности? — Что касается рейтинга, и вот он звучит не рейтинг, а органов власти. То есть мы нашими активистами предложены именно брать орган власти и брать конкретных чиновников, но не как личность, а именно как функционал. И исходя из этого будет общественный рейтинг, то есть граждане, любой граждан сможет зайти и проголосовать, и обозначить свою проблему, которая висит и была не решена. Но основной критерием это будет, конечно, реакция на обращение официальных граждан, это раз, и на решение тех системных проблем, которые обозначаются Общественно-экспертным советом, Народным фронтом, Общественной палатой, то есть теми органами, которые отвечают за систематизацию и контроль тех задач, которые касаются на сегодняшний день каждого севастопольца. — У нас остается немного времени, и последний вопрос. Я знаю, что также был создан открытый общественный избирательный штаб. Что это такое? — Открытый общественный избирательный штаб, также предложение наших активистов, нашей комиссии по территориальному общественному самоуправлению, в которую входят 99 инициативных группы территориальных общественных советов. Что он подразумевает? Выделение самых активных общественников, которые могут представлять интересы той или иной социальной группы, и в основном, в первую очередь, это касается территорий. Поэтому это такая школа муниципального депутата, то есть кандидатов в муниципальные депутаты. То есть, ну, в первую очередь, мы хотим понять, какой рейтинг доверия у жителей есть к деятельности, к нашей деятельности, к деятельности тех или иных общественников города. И посмотреть, это будет такой паспорт общественника, что ты конкретно сделал, мои дела, добрые дела. И помимо того, что каждая комиссия выдвинула тех, кого они считают своими самыми активными членами, а жители города смогут предложить также тех, кого они считают. Кто-то сам сможет заявиться и показать открыто перед всеми, что он делает для города. Потому что часто критикуют люди кого-то. И мы считаем, что не надо критиковать, надо показывать и учить, вдохновлять других своими делами. Поэтому вот такой открытый общественно-избирательный штаб и рейтинговое голосование общественников, самых активных общественников позволит каждому представить себя и поделиться тем опытом добрых, полезных дел для города и включиться в совместное преображение Севастополя. Я думаю, в заключение вы как раз можете обратиться к севастопольцам, чтобы пригласить их вливаться в общественную жизнь. Я приглашаю всех севастопольцев принять участие в деятельности общественного экспертного совета при губернаторе Севастополя, включиться в деятельность наших 23 комиссий. Находимся мы на площадь восставших, дом 6, 501, 502, 514 аудитория. Работаем каждый день. Можете прийти, посмотреть наш план расписания, план работы комиссии, оставить обращение и посмотреть план график проведения сессий. И мы, конечно, будем информировать еще дополнительно. Тем не менее, можно уже сейчас подумать, как каждый может свою территорию, какой проект вы хотите реализовать, какую инициативу прийти. И мы со своей стороны постараемся решить все вместе, быстрее. Поэтому вы не одни, мы все вместе. Поэтому обозначайте, какая есть проблема, какое есть предложение по его устранению. И мы уже активно включаемся и помогаем, и с вами вместе все это решаем. Олеся, я желаю вам успеха в вашей деятельности. И спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо большое. Напомню, говорили о работе общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя с его председателем Олесей Романовым. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь. Мерба. Мерба.